Приветствую, друзья! Хочу поблагодарить всех участников вебинара, потому что, когда меня, например, спрашивают, что самое главное в вашей школе человек будущего Homo Futurus, я всегда могу ответить, что та человеческая атмосфера, с которой люди там и помогают друг другу, и вопросы задают, выходя в Zoom. Вот это вот без самоутверждения, без комплексов, а именно вот так вот, по-человечески, вот эта атмосфера, это и есть, собственно говоря, атмосфера школы человек будущего, потому что это и нужно нести по планете, распространять, чтобы люди как раз-таки... Там же есть совершение как раз-таки всего того, о чём говорили во всех священных писаниях, любви ближнего, сопереживания, совместное созидание. Там же всё это и происходит, как раз-таки в школе человек будущего. Сейчас был вебинар, всех участников хочу поблагодарить ещё раз, потому что они, эти участники, по-человечески общаются друг с другом, и создаётся такая прекрасная атмосфера. А вот те, которые были в жутком стрессе, обратите, пожалуйста, внимание, чтобы вы тоже знали. Они, когда что-то смотрят или что-то слушают, особенно так, какие-то фразы, когда, как надо стресс снимать. Вот кто в жутком стрессе, они не могут слушать, они не могут смотреть. Каждую секунду, настолько им так плохо, что каждую секунду, они, им кажется, вечность проходит. Ну что же там говорят, что же там болтают, ну когда же, наконец, дадут поддержку, совет, помощь. Вот так вот, такое напряжение. Это надо понимать. Поэтому мы никогда, никакие комменты негативного характера во всём нашем канале за столько лет, мы эти комменты не блокируем. Мы оставляем, чтобы все видели эти вопросы, чтобы все начали понимать, что человеку плохо, и чтобы обратились к нему с каким-то советом конкретным. И понимать, и помнить мой афоризм, что мы не живём в головах друг у друга. То, что понятно и самоочевидно вам, другому может быть непонятно. Потому что у него нет вашего состояния, вашего ощущения, ваших волнительных вопросов, у него свои. И поэтому получается, на бесплатных ликбезах, которые мы проводим регулярно, и сейчас будет, я объявлю завтра, и после этого будет вебинар с Романом Газенко, вы увидите, что очень важно, чтобы люди, когда формировали свои вопросы, задавали как можно понятнее, доступнее, с учётом того, что это могут читать люди в другом состоянии. Они в этот момент видят ситуацию по-своему. Поэтому, пожалуйста, пишите понятнее, пишите доступнее. А если у вас плохое состояние, плохое настроение, подождите писать. Потому что сразу будет видно, что вы нуждаетесь в поддержке. Напишите по-другому. Просим вашего совета. И мы готовы помочь. Конечно. А как же иначе? Мы же люди. До встречи. Продолжение следует...